В этой катастрофе погибли двое. Машинист одного из локомотивов Денис Шумихин и его помощник Михаил Журавлёв. На полном ходу их поезд врезался в хвост впереди идущего состава. Удар был такой силы, что шансов выжить не оставалось. Вот запись переговоров машиниста и диспетчера. Страшное документальное свидетельство последних минут перед катастрофой. Принимайте меры, езжу без тормоза! Герои, дежурный! Герои! Рельсы в этом месте идут под уклон. Когда отказали тормоза, ни машинист, ни диспетчер ничего сделать уже не могли. Состав весом в 6 тысяч тонн стал неуправляемым и всё набирал и набирал скорость. В эфире отчаянный крик о помощи. Что ты прошу? Принимайте меры, езжу без тормоза! Скорость 93, принимайте меры! Перед самым столкновением машинист и его помощник попытались спастись, выпрыгнув из поезда. Но скорость была слишком большой. У второго локомотива сошли с рельсов три последних вагона. Его машинист Евгений Максимов, почувствовав удар, тут же связался с диспетчером, остановил состав и поспешил на помощь. Спасать было уже некого. От сильнейших травм машинист и помощник скончались на месте. Повреждённый участок железной дороги восстанавливали всю ночь. К утру на место крушения прибыла специальная комиссия, чтобы разобраться в причинах трагедии. Официального заключения ещё нет, но многие эксперты уже сделали выводы. Скорее всего, причиной трагедии стала роковая оплошность. За час до катастрофы поезд сбил на путях корову. Из-за этого мог произойти сбой тормозной системы. Неисправный узел заменили, но, как выяснилось позднее, с нарушениями. На станции Кропачёва бригада сменилась. В кабину машиниста сели Денис Шумихин и Михаил Журавлёв. Возможно, у них просто не было времени для проверки исправности тормозов. Денис работал машинистом в нашем ДПО. Четыре месяца перспективный человек, на которого возлагались большие надежды. Михаил, также с правами управления, мог бы стать квалифицированным машинистом в своё время. Погибших похоронили в родной Уфе на Романовском кладбище. Проститься с Денисом Шумихиным и Михаилом Журавлёвым пришли все друзья и знакомые. А коллеги до сих пор не знают точно, кого винить в их смерти. Злой рок, нависший над этим местом, или чью-то халатность.